Всем привет, на связи Мабу и сегодня по расписанию у нас должен был состояться подкаст, но дело в том, что недавно у меня вышло видео о том, как Android разработчику в 2022 году выйти на фриланс и по моему скромному мнению я там рассказал все, что вам нужно для того, чтобы быть успешным на фрилансе, но я хотел бы дополнить то видео, которое вышло на этой неделе и рассказать в сегодняшнем видео, когда вам нужно реализовывать каждый шаг и все это я реализую в виде схемы, схему вы сможете скачать по ссылке, которая есть у нас под видео. В общем, цель сегодняшнего видео вам визуально продемонстрировать, на каком этапе вы что должны совершать, чтобы успешно выйти на фриланс и не терять времени, в общем, вы поймете, как вам сделать так, чтобы сразу после освоения какой-то профессии, в данном случае мы говорим про Android разработку, вы могли моментально стартовать с фриланса. Итак, как я ранее сказал на связи Мабу, Мабу это проект по разработке мобильных приложений, мы начинаем, поехали. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, как только вы задумали, что вы хотите стать андроид-разработчиком, вам нужно выбрать биржу фриланса. Как я говорил в видео, которое было на этой неделе, для вас существует 2 в основном биржи. Это UpFork для иностранного рынка и Freelance.ru для русскоязычного рынка. Как только вы сделали все такое дело, хочу я быть андроид-разработчиком, вы сразу идете на конкретную биржу фриланса и регистрируетесь там. Пока просто главное нам зарегистрироваться, чтобы у вас уже был аккаунт. Сохраняйте все пародии, чтобы у вас все было. Потом вы идете обучаться. Обучение в среднем занимает от 3 до 6 месяцев. Ну, можно, может, кстати, на несколько лет растянуться, но если вы идете ко мне на программу обучения, то в целом такой срок от 3 до 6 месяцев, 3 месяца, если вы будете его проходить неделю в неделю, 6 месяцев, если вы будете заниматься только, когда захотите сами. То есть, захотел сегодня, занимаюсь, захотел завтра, не занимаюсь. То есть, если вы хотите плодотворно все это освоить, то 3 месяца. Итак, и когда вы обучаетесь, допустим, у меня я это рекомендую делать со 2 месяца уже, вы должны подумать, какие вы проекты положите в портфолио. Портфолио вам нужно уже будет на этапе выхода на фрилансе хотя бы 2 проекта. Самые популярные проекты, которые размещаются на фрилансе, это приложения для сферы услуг, салоны красоты, пекарни, кафе, рестораны, доставка еды. И второй, и также еще один очень часто встречающийся заказ, это создание мобильного приложения для интернет-магазина. Все те, кто идут ко мне по премиальному пакету обучаться, на выходе имеют во своем распоряжении 2 таких проекта, потому что мы на курсе как раз-таки еще параллельно разрабатываем эти 2 проекта. Поэтому, если хотите качественно выучиться, то приходите на курс. Ну и в общем-то, уже на этапе обучения вам нужно писать какой-то проект, чтобы потом на выходе положить его в портфолио. И кроме того, на этапе обучения вы гуглите, какие технологии должен знать каждый андроид-разработчик, да, и то, что можете, в принципе, открыть аккаунты премиальных каких-нибудь андроид-разработчиков и посмотреть, что они пишут о себе. И вам нужно наполнить свой профиль, то есть определить, какими вы навыками обладаете, и что вы можете делать. Ну, в общем, вам нужно создать характеристику о себе и заполнить ваш профиль со всеми контактами, зарегистрироваться во всех соцсетях, во всех менеджерах, чтобы клиентам было удобно с вами общаться. Параллельно вы идете на соцсеть LinkedIn, она запрещена, поэтому пользуйтесь, используя VPN, вы должны идти на LinkedIn и там себе, или также завести профиль. Это социальная сеть для профессионального трудоустройства. Кроме того, гуглите, опять же, кто уйдет на курс, тем я делаю резюме, рассказываю, как делать резюме, есть специальный видеоурок об этом. Делайте себе резюме и указывайте, что вы работаете, ваш уже опыт, когда вы даже уже обучаетесь, ставите себе, что вы уже работаете на фрилансе, либо у вас какой-то свой стартап, уже ставите это как опыт, это очень важно. В общем, на этапе обучения вы параллельно пишете свой проект, развиваете со социальной сети, то есть вы должны не подписчиков набирать, а, например, постить туда какие-нибудь статьи, которые вы сами изучаете по вашей профессиональной тематике. Везде должны написать, что вы занимаетесь разработкой Android-приложений, то есть, чтобы кто-то, если кто-то зашел на вашу страницу, он бы увидел сразу, кто вы и чем вы занимаетесь. В общем, это уже делаем на этапе обучения параллельно, после того, как заканчиваем обучение, идем на ваш аккаунт на фрилансе, оформляем ваши работы в виде портфолио, сделаем себе первые два отзыва, то есть вы должны положить две работы, два отзыва о том, как это делается, я рассказал видео, которое вышло на этой неделе, так что вернитесь и посмотрите. Кроме того, вам нужен как профессионалу сайт, создаете себе сайт, куда кладете тоже в эти две работы и описываете их как кейсы. То есть, что такое кейсы, я также рассказывал на этой неделе в видео. И вот когда у вас есть уже две работы в портфолио, есть два отзыва, есть ваш сайт, вы в соцсетях все оформили, да, красиво настроили аккаунт на фрилансе, на этом этапе можно начинать брать заказы. И вы уже берете заказы. О том, как это делать правильно, я также рассказывал в видео, которое вышло на этой неделе. И после того, как вы хотя бы, ну, наверное, несколько месяцев поработали на бирже фриланс, можете уже заводить себе свой YouTube канал и начинать привлекать уже свой личный трафик через поиск вещая на темы, которые интересны вашим потенциальным заказчикам в плане мобильных приложений для бизнеса. И в целом, вот это такой путь, который каждый проходит, каждый Android-разработчик должен пройти. Это путь самый короткий, он самый эффективный, который позволяет все сделать в сжатые сроки. Давайте посмотрим. Создаете аккаунт, потом три месяца, ладно, давайте по максимуму, шесть месяцев обучаетесь, пишите проекты. Да, если не успеете, если вы, например, делаете это все позже, обучение, а не параллельно, то это еще какое-то время нужно. Но опять же, если вы идете ко мне на курс, то вы в процессе обучения пишете, но если не успеете в процессе обучения, вы уже обучились, то, в принципе, вам одного месяца хватит, чтобы их написать. Потому что я рассказываю на курсе, как это все делать в сжатые сроки. Ну, берем максимум, шесть месяцев вы обучаетесь, и далее вам еще нужна неделька для того, чтобы оформить портфолио на фрилансе, да, сделать себе отзывы и создать сайт себе как профессионалу. У нас получается шесть месяцев и неделя, и выходите уже на фриланс, ну, пусть вам еще, чтобы взять заказ, недельку еще потратить. В общем, шесть с половиной месяцев это тот срок, который вы можете, который реально уложится для того, чтобы вы прошли этот короткий путь от идеи стать андроид-разработчиком до того момента, когда вы возьмете свой первый заказ на фрилансе. Конечно, этот путь проходит, наверное, меньше, чем 10%, потому что большинство идут по неправильному пути, через самообучение, через просмотр различных бесполезных уроков на ютубе, которые не имеют никакого... ну, идут... они как бы себе выстраивают такую программу обучения, которая вообще не имеет четкой структуры, и они не понимают, куда дальше идти, и многие сходят с пути, потому что не знают, что и зачем нужно изучать, и им кажется все это тяжело. А на самом деле, если бы была строгая программа обучения, понятный путь, по которому нужно идти, то никаких бы проблем с этим не возникло. Поэтому некоторые, большинство, тратят несколько лет на это. Я и в том числе не исключение, когда я начинал, мне некому было подсказать, что и как делать. Поэтому менторство, это очень важное в нашем деле, в нашей деятельности. И вот если вы пойдете вот по такому пути, как я вам описал, то тогда вы реально в короткий самый... это самый короткий срок, за которым можно это сделать. Можно еще короче, если вы высвобождаете прям все время, и делаете все, работаете неделю в неделю, проходите мои курсы, но тогда не вместо 6,5 месяца, ну, 3,5 месяца. Но опять же, вы должны все этот путь пройти очень строго. Я советую идти по такому пути. Ну, а на сегодня у меня все. Да, сегодня должен был у нас состояться наш подкаст, но я решил все-таки дорожевать эту тему, потому что я считаю ее очень важной. Вот, скачивайте себе план, по которому идти. И до встречи уже на следующей неделе. Я там тоже кое-что интересное вам приготовил. В общем, всем пока.